Добрый день! В эфире ток-шоу в фокусе. Актуальные новости в главной беседе недели. Сегодня у нас в гостях генеральный директор сети дорожных кафе кофемашина Дмитрий Лудченко. Дмитрий, здравствуйте! Мы очень рады, что вы к нам пришли и сегодня мы с вами поговорим о том, как открыть свое дело в маленьком городе и о том, как сделали это вы. Предлагаю начать с того, что недавно на территории ДВФУ проходила встреча с предпринимателями одним из самых успешных крупных бизнес-проектов во Владивостоке. Вы рассказывали о том, как открыть свое дело во Владивостоке и вот, собственно, мы хотим поинтересоваться у вас, как это сделать, как открыть свое дело в маленьком городе. Вы считаете Владивосток – маленький город? Ну, не такой большой. Да, на самом деле, ничего сложного. Нужна просто идея и нужно желание. Иногда нужны деньги, иногда нет. Когда я начинал, у меня ничего не было. Мы тогда начинали на заемные средства, но, тем не менее, все получилось, как вы видите. Многие очень сильно боятся какой-то бюрократической стороны. Особенно молодежь сейчас, наверное, боится каких-то согласований, налоговой, Роспотребнадзора, чего угодно. На самом деле, для маленьких предприятий, я бы сказал, это не проблема. Для маленького предприятия самое главное – это чтобы оно зарабатывало деньги. То есть, чтобы идея была хороша и чтобы было хорошее исполнение. Потому что идеи у нас хороших много здесь вокруг. И вот с исполнением как раз-таки зачастую бывают проблемы. Но если человек занимается тем, что ему нравится, то у него все получится. Ну, как думаете, лучше начать с маленького города, где масштабы не такие большие, где все знаешь, возможностей может больше, чем с большого города, не знаю, с той же Москвы, где и конкуренция огромное количество. И непонятно, как быстрее или нет. Мне кажется, это палка о двух концах. Потому что в маленьком городе нужно понимать, что рынок очень маленький и, скажем так, ограничено количество направлений, в которых вы можете открыться. Потому что, ну, допустим, какой-то крутой магазин флористики в Фокино, например, не будет работать. Поэтому я, наоборот, за то, чтобы начинать с большого города. К тому же, если у вас большие амбиции, то лучше сразу конкурировать с сильнейшими. Потому что, возможно, вы что-то начнете в маленьком городе и так в нем и закиснете. В этом плане такие города, как Владивосток, они, мне кажется, оптимальны. Потому что, скажем, Москва, Питер, ну, по сути, только два города, которые чем-то отличаются в России, это совершенно отдельная страна, совершенно отдельный рынок. И сейчас я слышал, ну, действительно, есть у некоторых даже компаний, которые в Москве довольно успешно развиваются, есть проблемы с выходом на региональный рынок, потому что уже настолько большие различия между ними. То, что работает в Москве, не факт, что будет работать где-то еще. А то, что работает в Владивостоке, с большой долей вероятности, как мы видим, по крайней мере, на своем примере, на примере ДНС, Домотехники, других сетевых компаний, оно достаточно успешно работает в других регионах. Если говорить, что Владивосток, ну, не такой уж маленький город, то есть, ну, не будем его назвать деревней, но в бизнесе самой популярной сферы это услуги и торговля. В услугах это очень популярное общественное питание. Вот как вы думаете, почему оно настолько популярно в нашем городе, почему так часто открываются кафе, рестораны какие-то бургерные, больше, чем в Хабаровске, хотя Хабаровск больше и не так давно носил, хоть и не официально, но звание столицы Дальнего Востока. Хотел бы сразу вступиться за родной город, хотя я сам из Уссуриска, но мне сейчас очень много приходится ездить, так как мы представлены в очень многих городах уже, наша сеть. Вот последний открылся в Краснодаре у нас объект. И мне очень много приходится ездить по стране. И я вам хочу сказать, что Владивосток это один из лучших городов для бизнеса, да и вообще в целом один из лучших городов. Если сравнивать с другими городами России, то начнем с того, что он по климату один из лучших, но лучше только на Черноморском побережье. Это правда. Во-вторых, здесь достаточно большой и объемный рынок, потому что здесь очень хорошо развита торговля, изначально была хорошо развит бизнес, поэтому здесь очень много, скажем так, обеспеченных людей, которые могут обеспечить какой-то платежеспособный спрос. Больше, чем во многих других городах, в большинстве, я бы сказал. Как-то так исторически сложилось, что у нас город был моряков и торговцев всегда. И сюда всегда ехали самые отмороженные, в хорошем смысле. Ну, где-то и в плохом. Поэтому сейчас здесь есть предпринимательская культура. В других городах мы часто сталкиваемся с таким как бы совдеповским мышлением. А здесь оно, наверное, на минимальном уровне вообще в стране. Вот после Москвы здесь. Поэтому я бы сказал, что Владивосток один из лучших городов для того, чтобы начинать свой бизнес. И еще здесь есть такая вещь, очень полезная для бизнеса, как бардак. В бардаке всегда хорошо начинать бизнес. Пояснить, почему? Ну, для бизнеса это хорошо. Хорошо, когда нет излишнего административного давления. У нас, к счастью, административное давление одно из самых низких, опять же. Я сейчас, вот мы выходим в другие регионы, понимаем, что если бы мы начинали бизнес в Краснодаре, мы бы его не начали. Нас бы просто закрыли. Сейчас мы уже достаточно большие для того, чтобы действовать там строго по закону. Но когда мы были маленькие, мы просто не знали, что за законы вообще и как по ним действовать. Мы просто хотели открыться и зарабатывать деньги. Хорошо, давайте перейдем к вашему бизнес-проекту. Компания «Кофемашина». 2011 год. Первое кафе в Владивостоке в районе Первой речки. Откуда возникла идея создания именно дорожного кафе? Изначально мы хотели кафе именно открыть. А почему передумали об этом? У нас не было денег на него. И я понимал, что на кафе мне никто не даст, потому что у меня нет в этом опыта. И при этом я как раз тогда вернулся с Австралии, где я учился на MBA и немножко недоучился, потому что хотел сюда приехать, вернуться. И как раз мы с товарищем, с другом, с которым мы сейчас открыли, собственно, весь этот бизнес, которым мы им сейчас владеем, мы объезжали вот эти вот заведения, пидстопы, так называемые, которые у нас здесь уже были в достаточном количестве. Их было много, но они были очень некачественные. Но при этом они были популярны. И то есть идея сама собой возникла, что для начала, мы хотели для начала сделать так, открыть автокафе, потом открыть полноценное кафе. Но это оказалась идея настолько популярная, настолько взрывная, что мы решили именно этот рынок дальше развивать. К тому же сейчас в России он один из самых быстрорастущих. Правда, его окучивают в основном наши зарубежные конкуренты. KFC, McDonald's, Burger King. Starbucks сейчас вот в Подмосковье только начал выходить. Из русских, по сути, мы единственные. Ну и вот наши конкуренты отсюда. В других городах вот таких, наверное, достойных конкурентов, ну кроме вот этих зарубежных сетей нет. Ну вот для того, чтобы открыть или купить ту же франшизу, нужно собственное капиталовложение. Вы с какой суммы начинали, вот если не секрет? Сколько было в самом начале вашего пути? Я помню, инвесторам принесли бизнес-план на 600 тысяч, в итоге вышло миллион двести. И с тех пор у нас с партнером железобетонное правило. Если ты не разбираешься вообще в проекте, вот ты все-все-все посчитай, вот все посчитай, несколько недель считай, потом умножь на два, и получится примерно то, что ты реально потратишь. Если ты разбираешься в проекте, то на полтора умножай. Вот реально сумма, которая получится. Ну вот с этой суммой мы начали. А вот с какими трудностями вам пришлось столкнуться в самом начале развития вашего проекта? Что было самое сложное? Потому что прежде чем вы начали обслуживать минимум пять тысяч гостей в месяц, а средний объем продаж у вас стал составлять около миллиона с лишним, и по данным вашего сайта, ну и окупаемость в среднем два года. Как вот можно прийти к таким цифрам? Самое сложное было вначале привлечь гостей. Мы использовали такие нестандартные маркетинговые ходы, как у нас, когда нет денег, ты начинаешь что-то действительно выдумывать интересное. Ну просто я стоял со стаканчиком со своим рядом и пил его вот так вот весь день. И таким образом и делал максимальное выражение максимального наслаждения на своем лице при этом, так как был большой поток по дороге, меня замечали. Чтобы потребитель хотя бы обратил внимание, а потом уже пошло, поехало. А то, что вот смотрите, здесь что-то есть, здесь что-то дают. Всех друзей мы, естественно, бесплатно абсолютно зазывали, лишь бы там была какая-то толкучка, либо были постоянно люди. Ставили машину. Просто я стоял на машине рядом с окном, чтобы было понятно, что сюда можно подъехать, потому что все-таки это еще было непонятно. И когда кто-то подъезжал сзади, я отъезжал. Машина уезжала, я снова вставал. И вот таким образом постоянно был круговорот. Ну а потом, буквально две недели продолжалось, и мы прошли, как всегда, через все эти стадии от депрессии до принятия. И в конце оно вдруг внезапно просто какая-то популярность пришла, и люди внезапно стали выстраиваться в огромной очереди. То есть, как снежный ком. Люди видят очередь, им интересно, почему здесь люди стоят в очереди. Другие, они тоже становятся, тоже ждут. И у нас там стояло по 15 машин, люди реально засыпали в них. Слушайте, вот так просто можно взять и развить свой бизнес, постояв со стаканчиком кофе вот для своего же детища, и потом у вас хоп, у вас бизнес в семнадцати городах России. Ну, потрясающе. Еще хочется заметить, что у вас не просто кафе с вывеской, у вас целая зона, которая очень комфортно и стильно оформлена. Это, в первую очередь, говорит о том, что у вас аккуратно, чисто, и вы заботитесь не то, чтобы продукция была качественна, но еще, чтобы клиентам было приятно находиться на вашей зоне. Вот скажите, так изначально задумывалось? Нет, конечно нет. Но у нас и денег на это не было. Даже я не представлял, что такое возможно сделать. Это вот началось у нас буквально пару лет назад, когда мы почувствовали, что есть какие-то силы, наконец-то более или менее свободные финансовые. Мы тут же начали приводить в порядок объекты свои. Во-первых, мы сам объект полностью переделали за последние два года. И там сейчас внутри, вообще все по нормам, все очень круто, каждая зона разделена. А вы придумывали дизайн сами или приглашали дизайнеров? Сами. Ну, честно, мы просто серфили интернет. И мы нашли что-то похожее очень в Америке. Более или менее скопировали, внесли там какие-то свои изменения. Вот получилось то, что получилось. Но сейчас он уже довольно сильно отличается. Мы все-таки его изменили по сравнению с первоначальным вариантом. Нам известно, что в конце 2017 года вы были представлены в номинации «Достижение года» в ресторанной сфере в издании «За виллич Владивосток». И по итогам голосования читателей вы стали победителем за развитие франшизы и за уровень качества еды и сервиса в филиалах. При том, что с вами в этой номинации были такие заведения, как сеть «Кофеин Кафема», ресторан «Зума», ресторан «Порт Кафе». Насколько приятно находиться на таком же уровне, как такие уважаемые гиганты? Не побоюсь этого слова. Мы, кстати, в тот же год, буквально через полгода получили еще премию как лучшее предприятие общепита в городе Владивостоке. То, что краевая или городская администрация выдавала. Но нужно понимать, что я всегда очень скептично относился к этим премиям, честно вам скажу. Для меня они вообще ничего не значат. Но это просто приятно. Ты можешь взять этот сертификат, повесить на стену, сказать, ну вот как бы некоторый кусочек признания. Но на самом деле это ничего не означает. Означает только то, что вы растете и вы популярны. То, что вас узнают. И вы нравитесь гостям. Не останавливаться на этом же уровне, а только выше и выше. Нас отметили, что мы, да, хорошее заведение, но мы знаем, в чем нам нужно двигаться дальше и чего мы можем достичь еще. То есть предела нет. Конечно, у нас амбиции гораздо выше. Амбиции мирового масштаба, можно сказать. Ну, как минимум по СНГ. Мы хотим в течение пяти лет присутствовать в каждом регионе страны. Вы хотите составить серьезную конкуренцию Starbucks? Starbucks в том числе. Ну, не только. На сайте интернета издания Медуза выходил материал о вас и о вашем бизнесе. А какие еще известные издания в городе, может, в России писали о вас? Да вы знаете, где-то раз в три месяца кто-то допишет. Ну, самое классное, наверное, это был журнал «Эксперт», потому что очень крутой оттуда приехал журналист. Журналист. Он вообще... То есть издание московское, но журналист проживает в Иркутске. Он приехал сюда, он действительно загорелся идеей. Он даже у нас остажировался, хотя, не знаю, ему просто было интересно. Прошел дневную стажировку у нас. И вообще я ему показал... Я всегда подписываюсь показать все красоты города. Вот. И вообще очень интересно у нас с ним общение вышло, и статья вышла тоже интересная. В нашей программе есть специальная рубрика «Вопросы и шляпы». Студенты присылают нам эти вопросы, а мы зачитываем их гостю. Ну, и гость старается максимально честно ответить на эти вопросы. Прикольно, давайте. Ага. Крутите барабан. Семь. Так. Блюдо какой кухни готовят в кофемашине? Наш собственный. Ну, мы все придумываем у себя на кухне, я даже не знаю, к чему это отнести. Наверное, наша фишка в том, что мы не берем какое-то готовое блюдо, а мы сами все сами выдумываем на самом деле. То есть это блюдо русской кухни или европейской? Или все вместе? Кофемашиновской. Не знаю. Ну, давайте следующий вопрос. Одиннадцать. А почему у компании название «Кофемашина»? Ну, это известная история. Ну, поделились. Сначала было какое-то дурацкое название, что-то «Сити Кофе», по-моему, такое. Но оно нам не нравилось, мы не могли придумать новое название. И мы как раз в то время выбирали оборудование. И мы были в очень жестких рамках, потому что уже бюджет превысили. И когда мы поехали искать, кто продает кофемашину, мы поняли, что она стоит просто как, наверное, наши оба автомобиля вместе взятые на тот момент. Там порядка 500 тысяч. Ну, то есть треть бюджета просто всего нашего кафе. И мы настолько были в шоке. Мы реально просто, помню, сидели в баре вечером, пили и обсуждали это. Мы не понимали, как это возможно вообще. Как вот просто такой кусок металла может столько стоить. Из Италии, правда, да. Можно даже связать с тем, что город у нас очень автомобиленаселен и кофемашина. А потом оно сложилось как-то, да. Мы просто в шутку решили назвать кофемашину. Мы сказали, у нас очень крутая подруга есть. И тогда она была жила в Владивостоке. Сейчас она живет уже в Сочи, работает на крупной корпорации. Но до сих пор мы с ней работаем. Варвара Чапланова, это очень крутой дизайнер. И она, 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 мы ей рассказали эту идею. Ага, давай назовем кофемашину. Но мы тогда всерьез к этому не относились. И она ухватилась, сказала, да, крутое название. И нарисовала нам очень крутой логотип. Она нарисовала тогда вот эту кофемашинку на колесах. Правда, она выглядела несколько по-другому. В объеме там была такая полноцветная картинка. И написала по-английски это, кофемашин. И вот по-английски как-то совсем по-другому выглядела. И с этой машинкой. И мы поняли, ну да, есть же смысл в том, что мы для автомобилистов. Машина, вот все такое. В общем, как-то звезды сошлись. Но мы тогда не планировали сеть делать, да? Если планировали, наверное, что-то проще бы придумали. Но вот получилось так, как получилось. Все это прикольно, потому что название, согласитесь, запоминающееся. Ну и последний вопрос. Один. А почему ваш кофе такой вкусный? Ну что у вас вопрос этот? Ну скажите честно, ну почему? Да, потому что как для себя делали. Ну а чем он отличается? Может быть клиент попробовал ваш кофе и вот показалась какая-то вот фишка, которую вы делаете, ее нет ни у кого, и вот она продает такой божественный вкус. Есть несколько составляющих на самом деле. Во-первых, должны быть хорошие ингредиенты. И у нас зачастую во многих кофейнях не обращают внимания на такой основной ингредиент кофе, как вода. Там что из водопровода зашло, но максимум фильтрку не поставили, один на кофемашину, все. У нас система фильтрации состоит из пяти фильтров. Из смягчителя. То есть очень серьезная система фильтрации, вода практически дистиллированная заходит в кофемашину. То есть у нее нет каких-то минеральных примесей, которые делают ее жесткой. И за счет этого, ну и плюс не образуется там какая-то накипь внутри кофемашины. За счет этого очень качественная вода. Ну во-вторых, кофе. Мы работаем сейчас на итальянском бленде. Тручило. Мы его выбрали с самого начала, еще 8 лет назад. И вот до сих пор на нем работаем. Мне кажется, он очень крутой. Если вы приедете в Италию, особенно в Южную, скорее всего, вам будут варить практически только этот кофе. Третье молоко. Ну тут оно везде разное, честно скажу, в разных регионах у нас. В отличие от кофе, например, который мы поставляем исключительно отсюда, всегда только свой. Ну стараемся выбирать, наверное, максимум топ, который мы себе можем позволить. Здесь это фермерское молоко. Это вот только составляющие, которые касаются сырья. Второе, это бариста. У нас бариста, это, скажем так, если где-то в Макдональдсе, в других фастфудах, там все люди легко заменяемые. Там все просто винтики в системе. И даже бариста, человек, который чаще всего просто жмет на кнопку какого-то суперавтомата, и автомат ему что-то варит. Но даже самый плохой бариста сварит лучше этого автомата, поверьте. И у нас очень серьезная, очень сильная школа бариста. У нас раз в год проводится ежегодный конкурс бариста. Очень масштабное мероприятие, с серьезными призами собирается практически вся компания. В прошлом году было порядка 200 человек на нашем конкурсе. По-моему, около 20 участников. Ну, очень круто прошло. То есть, это школа бариста, это тоже наша фишка. Ну, и само оборудование, на котором мы работаем, мы работаем на итальянских кофе-машинах, благодаря этому удается такой стабильный уровень поддерживать. Но все равно очень силен человеческий фактор. И, на самом деле, самая частая критика, которую я получаю, чтобы разбавить, да, вот эту вот сладость, это то, что, ну, вот у вас хороший кофе, но где-то вот там, на проспекте красоты мы его только пьем, или там только накатывая, вот там вкусно, а на остальных не очень. Или наоборот, вот я всегда пил вкусный кофе, я заехал к вам на какой-то объект, и получилось, и я его вылил. Вы едете на эту точку, где кофе не очень даете, там всем пендели, и... Нет, нет, это не работает, да, это такая привычная русская система, дать пендели, нет, нужно выстраивать... Вы с ними разговариваете. Нет, нужно выстраивать систему. Если такое произошло, это не сотрудник виноват, это система виновата, это мы что-то не продумали. И надо так к этому системно подходить. То есть пендели можно давать, ну, когда 57 объектов у тебя, ты устанешь только пендели давать. Должна работать система. Если такое происходит, значит, что-то не так. И это, наверное, основная вещь, которую мы последние пять лет дорабатываем, это очень сложно. То есть очень легко сделать вкусный кофе в одном заведении, очень сложно сделать его в 57-ми, когда у вас большая текучка кадров, когда везде разный менталитет, когда вы представлены и в центре Владивостока, и, скажем, в Екатериновке, и в городе Братске в Иркутской области, и везде у вас должен быть одинаково качественный кофе. И все это делают люди, а люди – это очень нестабильный, скажем так, фактор в бизнесе. И вот как работать с людьми так, чтобы они делали всегда одинаково, это очень сложно, и на передачу не хватит. Наша финальная рубрика называется «Дареный конь». Каждый пришедший к нам гость составляет символический подарок нашей редакции. Что вы принесли нам? Я принес немного мерча нашего. У нас тут есть шикарный плед, вот такой вот серый, и термокружка, космашина наша фирменная. Кстати, можно купить у нас в приложении раздел «Акции», там вас переведут на сайт, и на сайте можно сделать предзаказ, потом забрать в любом из объектов. Сегодня в фокусе нашей программы был основатель франшизы дорожного кафе «Кофе-машина» предприниматель Дмитрий Лученко. Дмитрий, спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Мы фокусируемся на том, что вам интересно. Спасибо за просмотр, следите за нами в соцсетях. Субтитры делал DimaTorzok